Всем привет! Сегодня у нас 18 сентября 2024 года. С нами Нелла Мизир. Нелла, привет! Привет, привет, Саш! Всем здравствуйте, кто нас смотрит. Сейчас я проверю, что тут происходит. У меня большой анонс. На следующей неделе у нас будет Zoom с Энди Брайсом. И тема будет про отношения. Это, как всегда, интересно. Так что приходите, смотрите за анонсами. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Подписывайтесь, да, потому что... Это канал, потому что это было здесь. Да. Энди Брайс, это отношения, это всегда интересно, потому что вся наша жизнь построена на отношениях, как бы мы ни хотели. У нас всегда отношения. Отношения с нами самими, отношения с кем-то, отношения к кому-то. То есть всегда отношения. Отношения с людьми, с деньгами, с работой, с хобби. То есть вся наша жизнь — это сплошные отношения. Поэтому, безусловно, это интересно. И, в общем-то, то, о чем мы сегодня хотели поговорить, это тоже своеобразные отношения. Только отношения того, что... Чего мы ожидаем в нашей жизни, да? У меня сегодня очень интересный день. У меня был бы день рождения мужа, ему было бы сегодня 70 лет. И я совершенно не так планировала его провести, и уж точно не в эфире. И планировались путешествия, планировались какие-то большие праздненства. А жизнь решила развернуться по-другому. И в то же время, один день, в этот же день, у меня день рождения младшего сына. И это тоже отношения. То есть такое, как в Америке говорят, bittersweet. Что сладость немножко с горчинкой. И о чем это говорит сегодня, например? То, что я не там, где я бы хотела. То, что у сына немножко тоже сегодня не то настроение, немножко не праздничное. И в то же время праздник. А говорит это о том, что мы заранее себе представляли. То есть мы чего-то опять ожидали. Как этот день пройдет. Что будет происходить. Как мы будем праздновать. А получилось не так. И вот у нас вот эта вот своеобразная фрастрация. У нас расстройство по этому поводу. Несбывшиеся желания, несбывшиеся мечты. И в жизни это очень часто так бывает. Что вот мы чего-то ожидали. Это может быть все, что угодно. Мы выходим замуж и ожидаем одного от нашего брака. А в итоге может получиться развод. Или мы там ожидаем, что наш ребенок будет, я не знаю, самым успешным. А в итоге получается, что не очень. Но это же может быть и наоборот. Мы выходим, например, замуж, не ожидая ничего особенного. А в итоге это может получиться самый лучший брак. Или ребенок растет, например, очень таким среднячком. А в итоге получается очень успешным человеком с серьезным заработком. И, например, у него прекрасная семья. И когда мы говорим об ожиданиях, у нас почему-то, как ни странно, часто настрой планировает что-то более негативное. У нас вот почти есть страх планирования чего-то очень позитивного. И опять это неплохо, нехорошо. Это говорит просто о том, что это так мы выросли, так мы привыкли. Опять мы скатываемся к тем завещаниям, как я называю, которые нам давали родители. Не улыбайся, потому что потом будешь плакать. Не рассчитывай на много. Или если у тебя будет много, потом будешь много терять. Поэтому лучше не надо этого многого достигать. Потому что чем меньше у тебя есть, тем меньше ты потеряешь. Это все установки, которые в нас вкладывались, я не знаю, с нашего очень раннего детства. И до сих пор очень откровенно вкладываются обществом. Любая реклама, которую вы, например, посмотрите, вы посмотрите о том, что нам всегда чего-то недостает. И наши ожидания, как правило, не выполняются. У меня произошел пару дней назад очень интересный эпизод, который вообще не касался никаких ожиданий. Я заехала за кофе в Старбакс и приготовилась платить. Мне кассир говорит, вот ваш кофе, все нормально, за вас уже заплатили. Я говорю, а вот так. Ну да, говорит, человек, который был перед вами, он оплатил ваш кофе. Я говорю, вот, спасибо. И это из области ожиданий. Очень интересно, потому что я не ожидала этого. Безусловно, что за меня кто-то заплатит. И такая вот вроде бы мелочь кофе, да? Но не мелочь на самом деле. Потому что из этих мелочей состоит наша жизнь, которая складывается в единое целое. И когда мы в каком-то состоянии расслабленности, когда мы ничего особенного не ожидаем, то получается, кто-то открыл дверь где-то, кто-то где-то помог, кто-то дал тебе, вот так вот подарил кофе, да? Это когда нет вот каких-то очень глобальных ожиданий. А когда начинаются вот эти вот глобальные ожидания, то там всегда есть вот эта вот червинка страха. Что, если оно пойдет не так? А что, если оно не получится? Вот эти вот сомнения начинаются. Я немножко встрянула, у меня была обратная ситуация. Когда ты оплатил кофе? Когда я имел намерение оплатить, я в магазине сломалась касса, и они не принимали кредитные карты. Передо мной стояла женщина, то есть они принимали только наличные. Ей не хватило денег, наличные, которые у нее были. Я ей говорю, давайте я доплачу вам. И она отказалась. Возможно, она ожидала чего-то плохого от меня. У меня не было такого намерения, и она осталась без своей курицы. Тут тоже интересный момент, Саш. Потому что далеко не все люди умеют принимать подарки. Это очень-очень-очень большое испытание для очень многих людей принять подарки. Далеко не все люди могут попросить о помощи. Это тоже очень большое испытание для людей попросить о помощи, потому что нас же тоже с детства учат. Сама, сама, сам, сам. Тут должен справиться сам, тут должен справиться сам. И тоже это неплохо справляться самим. Но иногда имеет смысл попросить о помощи, потому что не всегда ты можешь справиться полностью везде сам. Я говорю, поэтому это интересно. Вот эти ожидания, чего мы ждем, когда они осуществляются, когда нет, и что на нас влияет. И вот я возвращаюсь опять к сегодняшнему дню. День идет не так, как я бы планировала год назад, например. Потому что мы обсуждали этот вопрос, куда мы поедем, где мы будем, что мы будем делать. А получилось совершенно другое. И мне позвонили сегодня люди, спрашивали, как у меня настроение. Я говорю, а настроение сегодня волнами. Потому что есть момент, когда мне становится очень грустно от того, что произошло. И второй момент, когда мне радостно от того, что это было в моей жизни, от того, что были хорошие моменты. и как дальше я хочу, в принципе, нести в себе эту память, то есть эти воспоминания. И также волнами от того, что вот то, что касается дня рождения сына. С одной стороны, он радуется, что у него день рождения. С другой стороны, для него это непривычно, потому что это первый день рождения без отца. И опять я сказала обоим своим сыновьям, я сказала, что хорошего было, это будет чтить его память. И да, может быть, не то, как мы ожидали, но фокусируемся на том, что было хорошего. Поэтому мы об ожиданиях много говорили, мы говорили много об отношениях. Повторяться я не боюсь, потому что это то, что лежит в основе всех наших отношений. С чем бы они ни были связаны. Отношения в семье, отношения в детском саду, отношения в школе, отношения с друзьями, отношения с врагами. То есть с чем бы они ни были связаны, это всегда в основе лежат ожидания. Поэтому предлагаю сейчас прямо начать первый круг нашего таппинга. про ожидания. И как всегда, до того, как мы начинаем круг таппинга, я предлагаю всем закрыть глаза и подумать о чем-то хорошем. Погружаемся в наши приятные воспоминания. И я напоминаю, что у каждого это воспоминание свое. У кого-то это может быть просто прогулка по пляжу. У кого-то это может быть просто хороший день. Сегодня день полнолуния и лунного затмения. И большое количество людей смотрят на Луну и получают неимоверное удовольствие. и совершают большие ритуалы именно на это полнолуние в надежде на то, что у них все пойдет так, как они хотят. И это тоже приятное воспоминание. У кого-то это может быть празднование дня рождения. У каждого что-то свое. Встреча с детьми, разговор по телефону или просто кофе, как был у меня пару дней назад. ароматный, вкусный кофе. Поэтому сконцентрируйтесь на вашем воспоминании. И дайте себе возможность его прочувствовать. Потому что я не знаю, знаете вы или нет, но все наши изменения происходят именно в области чувств. очень тяжело что-то менять на логике, но очень легко на эмоциях. Поэтому дайте себе почувствовать всю приятность вашего приятного воспоминания, его вдохновения, его теплоту. и все остальное, что может быть с этим связанным. Дайте ему проникнуть прямо ваше тело, кончиком пальцев, нога до макушки головы. Сделайте глубокий вдох-выдох. Обхватите свое запястье нежно и скажите слово «покой». «Покой». Отлично. Ну а сейчас мы вернемся к тому, что мы сегодня обсуждаем. Это то, что мы ожидали, то, что, возможно, пошло не так, и что мы можем с этим делать. И у каждого опять это что-то свое, потому что ожидание – это большая генерализация. У каждого ожидания свои. Поэтому подумайте вы о ваших ожиданиях. И еще. Я бы хотела напомнить сейчас, до того, как мы начнем круг таппинга, о таком понятии, которое мы уже обсуждали, но напомню про него, которое называется суррогатный таппинг. Это тогда, когда мы можем делать таппинг для кого-то. То есть нам кажется, что мы знаем, как этот человек чувствует. Этот человек, возможно, с нами поделился тем, как он себя чувствует. И, возможно, тоже там были какие-то ожидания, которые пошли не так, как хотелось бы. И вы в это эмоционально вовлечены. Или даже, если не вовлечены эмоционально, вы все равно можете таппать, представляя себе этого человека у себя в голове. Или есть даже такое понятие, как вы можете делать таппинг по фото. То есть вы берете фото человека, вы смотрите на это фото, представляете, что бы этот человек чувствовал, и начинаете делать круги таппинга. Это тоже очень здорово работает, работает в повседневной жизни, и работает, когда мы работаем с кем-то. То есть и с ожиданиями тоже. Потому что кто-то из ваших близких может ожидать что-то. Вот у нас, например, сейчас страна замерла в ожидании того, кого выберут президенты. И я считаю, что тут вообще должен идти такой массивный таппинг с телевизора для успокоения народных масс, чтобы они его применили. Потому что психоз скрепчает по мере поступления информации в полном смысле этого слова. Поэтому это было бы сейчас очень-очень неплохо для огромного количества людей. Хорошо. Ожидания. И что пошло не так? Чего вы ожидали? И что случилось? Не так, как вы хотели. Поехали. Все, чего я ожидала. Все, чего я ожидала. И все, что пошло не так. И все, что пошло не так. Все, что я планировала. Все, что я планировала. И то, что не случилось. И то, что не случилось. Все, как меня это расстраивает. Все, как меня это расстраивает. Огорчает. Огорчает. Я думала об одном. Я думала об одном. А получилось другое. «А получилось другое». «Я ожидала одного». «Я ожидала одного». «А в итоге совсем что-то другое». «А в итоге совсем что-то другое». «Как у меня такое получилось?» «Как такое получилось?» «Что вообще произошло?» «Что произошло?» «Что в моей жизни пошло не так?» «Что в моей жизни пошло не так?» «Что я сделала не так?» «Что я сделала не так?» «Что я сказала не так?» «Что я сказала не так?» Куда я посмотрела? Куда я посмотрела? Или куда не смотрела? И куда не смотрела? Что я услышала? Что я услышала? И наоборот, что я пропустила? И что я пропустила? Я это все отпускаю сейчас. Я это все отпускаю сейчас. Эту тревогу? Эту тревогу? По поводу того, что что-то пошло не так. По поводу того, что что-то пошло не так. все как я ее ощущаю этот страх это безнадежность и беспомощность это беспомощность и безнадежность и это все отпускаю сейчас и это все пускай сейчас это состояние которое не смогла проконтролировать состояние которое не смог проработать и это отпускаю сейчас это все пускай сейчас все слова и эмоции слова и эмоции которые с этим связаны я отпускаю и по мере того и по мере того как я освобождаю себя как я освобождаю себя от тревоги и огорчений от тревоги и я позволяю себе я позволяю себе изменить свое состояние изменить свое состояние и почувствовать себя лучше и почувствовать себя лучше и возможно мне это понравится глубокий вдох выдох это магия хэвелинга которая между прочим а работает просто для успокоения потому что не все люди любят тапать почему-то и когда не те кто не любят таппинг сам по себе вот это вот магия хэвелинга она очень хорошо работает правильно освобождаем плечи освобождаем шеи и продолжаем дальше ожидание да что связано с этим словом ожидание вот у тебя например что связано со словом ожидание но ожидание обычно прилично отлично я из этой тревоги ты ждешь каких-то неприятностей наверное вот например если человек нездоров да он ожидает чего от своих например каких-нибудь тестов это все очень просто у меня один знакомый его отец отцу перепутали анализы и он две недели пролежал в палате с умирающими так что тут вот такие вот вещи да опять так когда мы говорим про ожидание они могут быть такие и они могут быть совершенно другие да но в любом ожидании про что я говорю есть вот это вот червенка тревоги и страха человек переезжает с одного места на другое дом продан вещи проданы вроде бы все чудесно правда деньги получены вещи проданы новое место жительства откуда может появиться здесь такая тревога и страх переезда решение было принято все пошло как как было решено и казалось бы что все должно быть намного легче правильно а а новое место жительства новая работа снова а тревога и сожаление по поводу того что осталось сзади все равно существует вот как часто у нас жизни идет это сожаление за нами да несмотря на то что здесь вроде бы все осуществилось так как надо и почему вот в этом вот кусочки до ожиданий все прошло как надо а откуда же тревога появляется стучи все чего я боюсь все чего я боюсь все почему я не верю в себе все почему я не верю в себе я не верю в себе что все пойдет так как надо я не верю в себе что все пойдет так как надо я не верю в то что не будет никакого подвоха я не верю в то что не будет никакого подвоха А вдруг что-то случится? А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг что-то пойдет не так. Я боюсь радоваться. Я боюсь радоваться. Я боюсь наслаждаться. Я боюсь наслаждаться. Я боюсь поверить в то, что у меня все хорошо. Я боюсь поверить в то, что все хорошо. А может быть, это ненадолго? Возможно, это ненадолго. Да, возможно, что-то пойдет не так. Я кому-то не понравлюсь. Возможно, все выпадет не так. Да, или в доме, в который я переезжаю, что-то будет не то. Очень актуально, между прочим, для нас здесь. Да. Я это все отпускаю сейчас. Я это все отпускаю сейчас. Я позволяю себе программировать свою жизнь. Программировать свою жизнь. И свое будущее. И свое будущее. В самом лучшем варианте. В самом лучшем варианте. В самом лучшем возможном варианте. В самом лучшем возможном варианте. И, возможно, я успокоюсь. И, возможно, я успокоюсь. Возможно, мне станет легче. Возможно, мне станет легче. Я перестану рисовать. Я перестану рисовать. И рисовать. И рисовать. В своей голове. В своей голове. Возможную неудачу. Возможную неудачу. Я позволяю себе заменить этот рисунок и нарисовать другое будущее, то будущее, которое я хочу. И, возможно, мне это понравится. Возможно, мое тело успокоится. Возможно, я успокоюсь. Из этого состояния спокойствия и ясности, я буду двигаться вперед. И мне это нравится. Глубокий вдох-выток. Спокой. И опять спокойствие и погружаемся в наши приятные воспоминания. Саша, у тебя приятные воспоминания на экране где-то? Я говорю, погружаемся в приятные воспоминания. Ты мне смотришь что-то, читаешь что-то? Да, вам было, я читал комменты. Да, коммент классный, кстати, от Ирины, потрясающий. Слово ожидания добавило разное прилагательное. Приятное, тревожное, мучительное, волнительное, логическое. Это слово окрашено разными эмоциями. Совершенно верно. И об этом и идет речь. Ожидание – это генерализация, это понятие, это обобщение. То есть я всегда это называю зонтиками, такие слова называю зонтиками. Под этот зонтик можно поместить все, что угодно, потому что к этому же слову относятся любовь, ненависть. То есть очень много вот этих слов, которые называются обобщениями в русском языке, генерализациями, которые для каждой из нас, он их проживает по-разному. И поэтому вот под этот зонтик, вот поставьте там, я не знаю, тысячи человек. Я приводила пример, который был очень такой для меня самый актуальный в свое время, когда я изучала нейронистическое программирование. Буквально две минуты на этот пример. Мы сидели в классе, у нас было 30 человек. Я его рассказывала уже, я просто повторяюсь. И наша учительница вошла и сказала одно только слово – собака. Все. Значит, люди начали оглядываться. Они начали искать собаку. Значит, естественно, собаки не было. Потом она спросила, кто из нас что подумал. Все 30 человек подумали разные вещи. Это то, как наш мозг делает вот этот процесс, что мы видим. Ни у кого не пересеклась порода собак. Ни у кого не пересеклась картинка. Кто-то гулял с собакой в парке. У кого-то собака лежала на диване. У кого-то она была маленькая баллонка. У кого-то была огромная коля. Ни у одного из нас не повторилась картинка. Очень интересно даже, когда двое близнецов растут в одной семье. У одних и тех же родителей. Я же не говорю там братья и сестры, когда разница большая в возрасте. Или вообще есть разница в возрасте. А вот когда близнецы, и они вместе, и в одно и то же время практически родились у одних и тех же родителей. А то, как у них идет вот этот вот процесс в голове, восприятие жизни, бывает принципиально разным. И вот в каком-то моменте у них появляются разные ожидания, разные группы друзей, совершенно разные интересы. А интересно, а выросли они в одной и той же семье. То есть наше восприятие жизни, оно абсолютно уникальное для нас, для всех. Поэтому и ожидания у нас у всех совершенно разные. То есть кто-то может ждать, я не знаю, хорошую работу. И для кого-то хорошая работа, но скажем, будет, я не знаю, я буду говорить в долларах, например, 5 тысяч долларов, а для кого-то и 50 тысяч долларов может быть мало. То есть все зависит от того, где мы находимся, как мы находимся, и нашего восприятия мира в общем. И, конечно, то, что мы здесь делаем, Саша, это опять обобщение, потому что мы же работаем не напрямую с людьми, а мы, в общем-то, в эфире и доносим какую-то общую информацию. Но вы всегда эту общую информацию можете применить к себе. И лично к себе, и также, как я сказала уже, суррогатный таппинг к вашим близким. Или даже к стране люди делают, или делают к тому же правительству, как я уже сказала. У нас вся страна должна быть в состоянии таппинга сейчас. наша. Может быть, когда-нибудь и будет. Это было бы очень неплохо. Я тебе хочу сказать, что толку было бы намного больше, чем от того, что происходит сейчас. Потому что когда идет массовый психоз, ты знаешь, это не самое приятное вообще. Тем более, что, знаешь, Америка страна не такая, которая обычно привыкла к этому массовому психозу, да? Поэтому здесь люди как-то так очень неадекватно на этот массовый психоз реагируют, скажем. Ну, в любом случае. У меня уже было такое желание куда-нибудь написать и сказать. Не хотите вы в каких-нибудь новостях сделать 10-минутный этот процесс с таппинга на всю страну, чтобы всех успокоить. Хорошо. Ожидания. Вот опять-таки мы говорим про ожидания. Кто-то ожидает, что выберут одного президента, кто-то другого. Кто-то ожидает, что внешняя политика изменится. Кто-то. Все. Я не побоюсь сказать. Сейчас мир просто замер в ожидании того, что будет дальше. И если мы откроем, например, любую сейчас YouTube, например, или разные там средства информации, то конкретно мы можем прочитать, как эта обстановка либо нагнетается. Например, сегодня полнолуние. И потому что сегодня полнолуние, вы должны быть готовы, я не знаю там к чему, к самому этот коридор затмений, который на следующие две недели будет самым ужасным. Открой YouTube, посмотришь, везде просто вот так вот красная лента идет. И какой сегодня душевный таппинг. Спасибо, Ира. Да, ну душевное, видимо, настроение у меня такое, душевное сегодня, да, очень личное, поэтому. Хотя у меня вроде бы всегда как-то очень личное всегда, но сегодня, может, больше, чем обычно. Хорошо. И я бы хотела сейчас, чтобы каждый подумал о том, вот то, что было написано, разное прилагательное, приятные ожидания. Вот перейдем на приятные ожидания. Что для вас приятного может быть прямо сегодня или на следующей неделе? что может быть приятным? И опять, у каждого это может быть что-то другое, да? Мы можем ожидать, кто-то ожидает отпуска, для кого-то это может быть просто прогулка по парку. Но самое главное, что себе тут нужно позволить этому приятному ожиданию осуществиться. и поэтому следующий круг. Это приятное ожидание. Это приятное ожидание. Все, что меня может радовать сегодня. То, что меня может радовать сегодня. Все, что может вдохновить меня сегодня. То, что может вдохновить меня сегодня. Все, что может поднять мое настроение. Все, что может поднять мое настроение. Все, что принесет вибрации радости. Все, что принесет вибрации радости. и удовольствие и удовольствие в мое тело мое тело в мою жизнь мою жизнь я с удовольствием я с удовольствием это ожидаю это же было и позволяю себе и позволяю себе это принять это принять я не могу это принять я этого не заслуживаю и это не заслуживаю я это заслуживаю и Я отпускаю все сомнения, все страхи и все оставшиеся тревоги, которые еще были на моем пути к осуществлению моих желаний. И по мере того, как я их отпускаю, я позволяю себе принять все самое хорошее в моей жизни, хорошее здоровье, хорошее финансовое положение, хорошие отношения с людьми, как и близкими, так и не очень. Как близкими, так и не очень. Потому что я заслуживаю этого. Потому что я заслуживаю этого. И я это принимаю. И я это принимаю. С удовольствием. С удовольствием. Глубокий вдох, выдох. Как вы? После таппинга лицо выглядит свежим. А это правда, что так оно и есть. Потому что, ну подумайте сами, если вы сбрасываете с себя вот эту вот всю тревогу. Я очень люблю свою работу. Потому что я получаю двойной эффект. Когда я с кем-то работаю, я с одной стороны осуществляю какую-то помощь человеку для улучшения его жизни. А с другой стороны я улучшаю свою собственную жизнь. Потому что, когда я делаю таппинг вместе с кем-то, это двойной эффект получается. Ну вот как Саша говорит, что он тоже получает двойной эффект от наших встреч. Да. Ну и заметно на самом деле. То есть, когда ты с кем-то работаешь, это скрыть нельзя. Человек даже еще не понял, что произошло. А ты уже думаешь, что он расслабился. Наверное. Да. Двойной эффект. Ну и я надеюсь, да, что вы с нами получаете тот же самый эффект, да. Когда вы с нами делаете таппинг или когда мы обсуждаем какие-то темы. Вы тоже получаете тот же самый эффект. Как состояние? Замечательно. Отлично. Ну и на этой радостной ноте я предлагаю сделать еще круг таппинга. И уже мы позаимствуем позитивное у нашей с тобой тоже любимой Силвии Хартман, да. Которая очень сильна в позитивном таппинге. И буквально два слова. Что делает Силвия Хартман, кто с ней не знаком. Мне кажется, она у тебя где-то есть в переводе тоже, да. На русском языке. Если вы хотите посмотреть, то там есть несколько очень хороших видео. Саша переводил. И одно из них, которое мне нравится, это когда она делает, приглашает чудо в свою жизнь. Мне нужно чудо. Да. А второе, которое мне еще очень нравится, еще, наверное, больше, которое нравится мне. И это у нее очень интересная задумка, которую я тоже часто использую. Оно называется «Золотое сердце». Она об этом говорит. The heart of gold. Сердце, наполненное золотом. И даже от самой мысли, что мое сердце наполнено золотом, да. А у нас же золото опять. Мы говорим опять про обобщение, да. Но, как правило, золото, ну, почти у нас все будем говорить, там, 99%. Оно связано с чем-то очень дорогим, с чем-то очень нежным, с какими-то воспоминаниями. Но точно так же оно еще и сияющее, оно еще и яркое, оно еще и привлекающее к себе внимание. И вот именно на этом таппинге я бы, наверное, хотела сегодня закончить. И спасибо всем, кто нам пишет. Я рада, что встречи уютные и положительные. Ну, в общем-то, да, это основная задача наша. Я хочу, чтобы они были и уютные, Саша тоже. И уютные, и положительные. Да, потому что даже люди, когда ко мне приходят на консультации, я всегда говорю, первое слово, которое я хочу вам предложить, это слово нежное. Потому что жизнь и так, как правило, когда мы же доходим до определенного возраста, она достаточно уже проехавшая по кочкам и ухабам. А иногда и по роллокостеру, да, по американским горкам. Или часто даже по американским горкам. Поэтому я всегда предлагаю, говорю, начинаем с внедрения слова нежно в наш лексикон. Делаем таппинг нежно, говорим с собой нежно. Привыкайте к тому, что с данного момента слово, которое вы внедряете, будет слово нежно. Или ласково. Или с любовью. Как вам больше нравится. Как правило, у нас то, что я только что озвучила, относится почему-то к животным. Да, домашним. Но очень редко к нам самим. Поэтому на этой минуте, что я вам предлагаю сделать, кладем обе руки на грудную клетку. И делаем буквально два-три, можем закрыть глаза, можем с закрытыми глазами, но два-три глубоких вдоха. И сконцентрируйтесь на ощущениях сердца. Может быть, можете открыть плечи. Качать шею, чтобы она освободилась. И вот на этом, на этих трех вдохов, прям скажите себе. Мое золотое сердце. Мое сердце. Мое золотое сердце. И еще раз. Мое сердце. Мое сердце. Наполнено сияющим светом. Наполнено сияющим светом. И золотом. И золотом. И еще раз глубокий вдох. мое золотое сердце и стучим по точкам я беру все точки сейчас не только четыре мое сияющее сердце сердце наполнено светом сердце наполнено радостью сердце наполнено радостью сердце излучающая радость сердце излучающая радость еще больше света еще больше света еще больше радости еще больше радости глубокий вдох выдох две руки на запясть я это принимаю и посидите буквально пару секунд в этом состоянии и ощутите вот это вот состояние до приятного состояния золотого сердца сияющего сердца когда все ваше тело вибрирует на этих эмоциях и вот буквально из этого состояния теперь мы можем создавать ожидания которые будут наполнены любовью и радостью сиянием и светом обратите внимание на то насколько вам легко и свободно и глубокий вдох выдох и тут мы можем сказать радость или радость отлично как состояние ну значит оплощение было что вот все тело прям стекло куда-то прозрачен да так она и есть потому что когда мы наполняем себя такими вещами то конечно они совершенно другие и жизнь смотрится по-другому да в каком бы состоянии она не было и обращать внимание можно что-то другое поэтому сердце наполнено золотом и радостью я надеюсь что вы все себя чувствуете хорошо а топинга же до достижения комфорт эмоционального плату и всегда так и получается я рада что у вас так получается потому что мне это тоже приносит радость как мне вчера сказали очень интересно что я обязана я говорю я пойду на пенсию они горят какую пенсию ты обязан обязана продолжать работать я сказал раз обязана значит будут хорошо я думаю на этой радостной ноте мы можем сейчас уже заканчивать потихоньку единственное что я должна проверить свой календарь по поводу следующего эфира и я мы сделаем анонс наверное тогда чуть чуть позже потому что у меня там первым первая неделя октября мы вроде получаемся первая неделя октября она будет немножко занята поэтому я скажу точно или я могу даже сейчас на рассмотреть я надеюсь мы заполним эти пустоты я напоминаю что на следующей неделе у нас будет энди брайс с валерий каплан и она она списывается еще другими таперами вот и мы заполним эту пустоту если она возникнет вообще у нас большой план насчет того чтобы эту осенью освежить все наши эфиры с друзьями которых мы давно не видели прекрасно 2 октября мы можем встретиться это будет ровно через две недели так что 2 октября нормально так как мы планировали я посмотрела расписание отлично так итак встречаемся через две недели у вас хорошо смотрите за анонсами пишите комментарии ставьте лайки кто не подписан подписывайтесь и до встречи через две недели всем пока спасибо окей всем до свидания спасибо